Здравствуйте, мои уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем изучать медицинский английский и тема сегодняшнего занятия – заболевание желудочно-кишечного тракта. И мы будем разбирать эту тему, основываясь на видео американского доктора. Ссылочку на это видео я приведу под своим видео, чтобы вы обязательно посмотрели его, послушали и еще раз запомнили эти слова и фразы, которые вы сможете использовать в своей профессиональной деятельности. Итак, сегодня у нас первый случай, и в этом случае у нас есть 31-летний мужчина. По-английски это будет звучать так. A 31 year old male. Male – это синоним слова man. Man или male – это мужчина. Здесь самое главное – не допускать ошибку и не говорить years. То есть это неправильно. Year old. Почему неопределенный артикль A? Потому что мы говорим об этом пациенте первый раз, и имеется в виду какой-то некий мужчина 31-летний приходит к нам в поликлинику. Приходит в поликлинику или в клинику, будет звучать Жалуюсь на Жалуюсь на и исчезает или приходит и уходит That comes and goes И она возникает, происходит And it has been happening happening в течение over the past, последних, the past четырех месяцев, for months. It has been happening over the past four months. Он отмечает He has noted He has noted Что? That Она становится хуже It gets worse It gets worse После еды After meals After meals И иногда And Sometimes Sometimes Сопровождается или ассоциируется Associated With Всегда после этого слова предлог with Associated with Кислым вкусом Сопровождается кислым вкусом A sour A sour A sour taste A sour taste Он пробовал принимать антоциды He has attempted He has attempted OTC OTC по-английски означает Over Over The Counter Over The Counter Это Безрецептурный Over The Counter And T Acids Иногда Они глотают Американцы Букву Т И у нас Получается Anacids Anacids Or Antacids Но Без Какого-либо Эффекта Без Какой-либо Пользы But To Know Avail But To Know Avail Good Next Теперь мы поговорим о его привычках Так как речь идет о желудочно-кишечном заболевании То мы говорим о привычках, которые как-то могут влиять на этот процесс Он не ест перед тем, как идти в постель, перед тем, как идти спать He doesn't He doesn't eat before going to bed Before going to bed И он отрицает And He denies Denies Использование употребления алкоголя и табака Alcohol Alcohol Or Tobacco Tobacco Use He denies Alcohol Or Tobacco Use Теперь мы говорим еще об одном важном моменте О красных флажках, так называемых Красные флажки Red Flags Они же называются Alarm Alarm Signs Тревожные какие-то признаки, симптомы Это когда мы думаем, что может быть это онкология Окей И поэтому здесь мы его спрашивали И он отрицает He denies Еще раз слово отрицает Denies Затруднения глотания или проблемы с глотанием Difficulty Swallowing Swallowing Это один из Red flags One of the red flags Потерю веса Без особенностей Дословно His Physical Physical Exam Or examination Is Unremarkable 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 Это ничем не примечательный Или без особенностей И в этом кейсе будет такой вопрос Что из следующего Или дословно Которые из следующего Which of the following Following Было бы Would be Следующим лучшим шагом The next The next best Step При введении данного пациента In the management Management Of this This patient Which of the following Would be The next Best Step In the management Of this Patient И у нас будет Несколько вариантов Чтобы выбрать из них Первый вариант Это Calcium Calcium Carbonate Carbonate Второй вариант Амепрозол Омепрозол Электрокардиограмма Электрокардиограмма Электрокардиограмм О ЭКГ КТ КТ Грудной клетки CT CT Scan Of the chest И последняя Наша Фиброгастродиоденоскопия По-английски Это будет Исафага Очень длинная слава Исафага Гастродиоденоскопия Диоденоскопия Исафага Гастродиоденоскопия Исафага Гастродиоденоскопия Или сокращенно ИГД ИГД Еще раз просмотрите Этот кейс Этот случай Посмотрите оригинальное видео И в следующем видео Мы ответим на этот вопрос И разберем Почему Сделан такой выбор Продолжение следует...